Привет! Мы с вами встречаемся в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Здесь открытие Хорошевской улицы до улицы Демьяна Бедного, параллельно проспекту Маршала Жукова. Недалеко от него проходит новый Хорошевский проезд. Двухстороннее движение от мобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина его составляет около 600 метров, но чуть больше полукилометра. И фактически он является не проездом, а переулком, потому что жилые дома находятся с двух сторон. Вот этого проезда, с правой слева. И соединяет, соответственно, две достаточно крупные транспортные магистрали. Две достаточно крупные улицы. Назвым был проезд в 1353 году по расположению рядом с Новохорошевским шоссе, а ныне это проспект Маршала Жукова. Поэтому, видите, тоже название может ввести в некоторое смущение, что такое Новохорошевский проезд. Дело в том, что раньше проспект Маршала Жукова назывался Новохорошевским шоссе, а здесь проходил проезд жилых домов. Ну, параллельно ему и рядом с ним. Ну, а поскольку сейчас проспект Маршал Жукова, то его переименовали на Новохорошевский шоссе. А Новохорошевский проезд, он так и остался. Ну, и здесь, так сказать, царство пятиэтажек. В основном, одни пятиэтажные дома. В 50-х, 60-х годов постройки. И лишь один новый дом, переменной этажности, от 9 до 14 этажей, по номеру 25, построен в 395 году. Это вот единственный постсоветский дом и самый молодой дом на этом проезде. Ну, построен на месте вышел склада лакокрасочных материалов. Вот, помимо жилых домов, также на этом проезде находятся детский сад и школа. Соответственно, под номерами 6 и 12, колледж малого бизнеса, здание под номером 1, в советском рынке был ПТУ, затем колледж государственной службы. Вот, а теперь колледж малого бизнеса, 2005 года. Пятиэтажное здание, 1663 года построили. Также English Nursery and Primary School Новохорошевский, здание под номером 1, двухэтажное, 1559 года построили. Возможно, бывший детский сад, ну, какая там английская школа, Новохорошевская, да. Соответственно, есть также еще, видите, довольно много учебных заведений здесь. Также находится на этом проезде офисное двухэтажное здание под номером 16, вот, бывший детский сад уже, в 1661 году постройки. Семейный центр возрождения под номером 19, корпус 2, двухэтажное, здание 1659 года постройки. Редакция журнала Филогерия, который был очень популярным журналом в советское время, здание двухэтажное, 1030 года постройки, под номером 24, корпус 1. И рядом находится заброшенный детский сад, здание под номером 24, корпус 3, 1964 года постройки. Раньше здесь находились Яский сад, номер 335, и частная школа Логос, ну, а сейчас вот забросили. И также еще на этом проезде находится студия звукозаписи Андрея Дорофеева, Арго и полиция. Это все в двухэтажном здании, в 1664 году постройки, под номером 26. Это бывший клуб-связист, расположение того здания, которое выпивается и загружается от строки, напоминает о том, что здесь когда-то проходила железная дорога по складам ВСНХ, выставки, ну, средсходясь на выставки, да, ВСНХ, ну, наверное, вышел в совет народного хозяйства, склады тут были. Вот, ну, или еще называли их так же, артиллерийские склады военного Хадынского поля, вот так. Как-то так, вот что военные склады тут были. Ну, остатки дороги можно видеть в конце, еще было, в конце 3070-х годов, вдоль 3-х Рожжевской улицы, и, так сказать, был переезд через Новых Рожжевской сцены, непроспект Маршала Жукова, и были также переезды через улицу Гневники. Ну, сейчас ничего и поминно даже не осталось, но когда-то здесь были склады, вот, ну, и потом построил, соответственно, клуб-связист, ну, а теперь, соответственно, и студия, и полиция. Вот, ну, и также отмечу зону отдыха, сквер Колобок, между домами 20 и 26, с прогулочными дорожками, плиточными, спортивными детскими площадками, скамейками, клубами, ну, летом, конечно, с пятниками, газонами, в летнее время, альпийскими горками. Также есть искусственное освещение. Открылся этот сквер в 2013 году, ну, как Колобок, ну, хотя сквер существовал еще тут, в общем, с давних времен, когда, наверное, еще этот проект появился, вот здесь сделали. Вот, ну, естественно, его обновили, поэтому вымыстили плиткой, как обычно, арктическую горку сделали, скамейки там, ну, и так далее, всякие площадки, ну, вот, ну, в общем, зона отдыха интересна, ну, а в целом, как мы видим, особенно смотреть тут нечего, хотя, видите, встречаются достаточно интересные дома, даже 30-го года постройки, так что могут писать определенные интересы. Вот, ну, насчет сноса пятиэтажек, который здесь практически весь проезд занимает, кроме одного дома, ничего не знаю, но возможности снесут, но они по кирпичные практически все, так что, не знаю, может быть, на них очередь идет еще не скоро. Ну, а проект всегда лучше от второго полежаевского, на автобусе номер 39, до остановки Новых Рашовских проезд, собственно говоря, вот, ну, она, очевидно, находится не на проезде, а, скорее всего, находится она на 3-й Харажовской улице, вот, или на улице Демьяна Бедного, ну, потому что по самому проезду он очень узкий, там буквально между домом проходит, и по нему вообще транспорт не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.